здравствуйте мои дорогие с вами татьяна курячая сегодня мы с вами будем учиться регистрировать новых консультантов компанию фаберлик давайте зайдем с вами в интернет это у меня google chrome нажимаете два раза на него у вас это может быть яндекс у вас это может быть explorer mozilla и другие браузеры выделяете левой мышкой вот это значение удаляете его и набираете в английском ввв . фаберлик фаберлик смотрите фаберлик идет с буквой c . com у меня уже высвечивается но я вам буду просто объяснять обратите внимание после ввв должна стоять . после фаберлик должна стоять . если вы не поставите хотя бы одну точку вы зайдете на сайт который непонятен будет который является просто от консультантов но не официально если вы наберете ру то вы попадете на сайт куда заходят клиенты а вам необходимо попасть именно на сайт партнер у меня уже здесь высветился личный кабинет потому что я его сохранила у себя на компьютере смотрите мы нажимаем фаберлик . com и попадаем на официальный сайт компании в правом верхнем углу вот видите вот здесь вот написано войти вы нажимаете левой мышкой на это значение у вас здесь будут пустые абсолютно пустые две полосочки я буду говорить простым языком чтобы вам было более понятно у меня уже здесь вбит определенный номер и вбит определенный пароль вам необходимо здесь вбить вручную ваш номер и ваш пароль и только после этого нажать войти вы входите в свой личный кабинет сейчас мы находимся с вами личном кабинете у меня если вдруг перед вами высвечивается вот здесь вот квадрат который не пропускает вас то вам необходимо поправить свои личные данные но об этом я расскажу позже если предположим у вас написано все не по-русски то видите вот я направляю у вас должен знать стоять флаг русский и написано русский если у вас там не по-русски то вы просто найдите и нажмите русский вот здесь вот вы должны нажать ваш регион и здесь вы выбираете тот регион в котором вы находитесь и будете делать заказы у нас это урал после этого вы смотрите вот на эту полосу видите вот ее эта полоса очень удобно здесь все есть и регистрация и ваш личный счет и ваши заказы и ваша структура и ваши отчеты и ваши личные данные которые можно поправить и сообщество и обратная связь но обо всех они о них мы поговорим позже мы сейчас говорим о регистрации левой мышкой вы нажимаете на регистрацию вот смотрите у вас сразу же высвечивается в личном кабинете ваш номер регистрационный и сразу ваша фамилия и имя отчество сейчас я в своем личном кабинете соответственно высвечивается все мое давайте будем набирать имена я буду набирать свои же данные для того чтобы вас научить этому видите у меня высветилась по русски поэтому я перевожу ой по английски поэтому я перевожу в русский и набираю если вы наберете маленькими буквами как вы привыкли то у вас потом будет регистрация маленькими буквами следите за этим курячая нажимаете на enter или просто левой мышкой нажимаете на следующую графу вот у меня высвечиваются разные имена у вас их вероятнее всего пока нету они появятся когда вы зарегистрируете большое количество консультантов опять же я делаю первую букву большую иначе так же зафиксируется маленькой набираю татьяна опять нажимаю enter оно перескакивает автоматически и набираю ев ставь евна потом вот здесь вот enter вам не поможет вам нужно вручную мышкой левой нажать дата рождения вы можете конечно же набирать по этой таблице но мне неудобно она иногда путается поэтому нажмите два раза на это поле и наберите свое день рождения точнее день рождения вашего консультанта вы набираете первыми цифрами дату ставите точку потом набираете месяц и ставите точку и потом набираете год и только после этого вы нажимаете enter почему нужно нажать enter для того чтобы эта дата зафиксировалась ниже вы видите пол вот здесь вот видите вот галочка на которую вы нажимаете и вам предоставляется выбор мужской или женский пол конечно можно сделать меня мужчиной но я женщина поэтому я набираю женский вот здесь вот вы видите дальше код активации сертификата если у вас есть код активации сертификата то есть есть подарочные карты для новичков тогда то что вы стерли именно эти цифры вы вносите если кода активации если у вас карты этой нету то тогда вы сюда ничего не вносите дальше мы двигаемся мобильный телефон вы нажимаете левой мышкой на эту графу и у вас получается видите и вы выбираете тот регион который вам необходим я живу в россии но тут огромное количество разных регионов есть и босния герцеговина есть германия есть грузия есть ирландия видите испания кипр то есть у вас могут быть консультанты абсолютно в разных регионах и швейцарии и финляндии и эстонии но я живу в россии поэтому мой номер сотового именно российский плюс семь только после этого вы нажимаете левой мышкой вот следующую графу если вы напишите вот здесь вот после плюс семь напишите цифры то у вас будет путанный телефон и вы не сможете зарегистрировать правильно консультанта вы нажимаете следующую графу мышкой левой один раз и вводите ваш телефон у меня он 908 062 26 34 дальше нажимаете вы enter чтобы она зафиксировалась чтобы вот это не высвечивалась вы нажимаете рядышком смотрите желательное время получения сообщения здесь вы можете выбрать то время со скольки до скольки желательно чтобы вашему консультанту приходили смс когда приходит продукция по заказу который он сделал то к нему приходит смс рассылка и иногда бывает смс рассылка приходит в ночное время поэтому в зависимости от того в каком регионе или в какой стране он живет и какое время вы установите для своего консультанта именно в это время будут приходить к нему смс домашний телефон можно вносить можно не вносить рабочий телефон можно вносить можно не вносить почему я это говорю видите вот где мобильный стоит звездочка это то что необходимо обязательно там где не стоят звездочки не обязательно дополнительный телефон можно вносить можно не вносить электронный адрес можно вносить можно не вносить но я рекомендую чтобы вы собирали электронные адреса ваших консультантов потому что вы потом можете общаться с ними вы можете предоставлять им любую информацию Но если электронного адреса не будет, то вашему консультанту не будет приходить информация от компании, не будет приходить информация от вас, и поэтому это будет очень плохо. И еще, вот видите, стоит галочка, где телефон. Вот галочка. Если ее убрать, то смс-ки вашему консультанту не будут приходить. С одной стороны, возможно, это хорошо, но он тогда не будет знать, когда его заказ доставлен. Поэтому здесь нужно обязательно нажать галочку. Вот здесь вот тоже стоит галочка на электронный адрес. Вы можете не ставить галочку, но тогда вашему консультанту и вам в том числе не будет приходить информация от компании, а там бывает очень много интересного, поэтому галочка должна стоять. И желательно внести электронный адрес. Сейчас я вношу свой электронный адрес. Он у меня простой. Куриачия. Нигде не ошибешься. Куриачия. Собака. Лист. Точка. Лист. Точка. Ру. Вводите правильно данные, потому что если вы один раз зафиксируете данные с электронного адреса своего консультанта, то именно с ним вы будете работать. Если вы не внесете, то тогда вы не сможете с ним работать, если вы что-то перепутаете. Следующее, видите, обязательное, обязательно звездочка, кодовое слово. Оно в принципе не влияет ни на что. Но в любом случае, если вы не внесете, то вы не сможете зарегистрировать своего консультанта. Я обычно набираю это просто имя консультанта. Вы можете согласовать с вашим консультантом, что вы будете вносить. То есть, Татьяна. Теперь смотрите, мы еще раз поднимемся наверх. Здесь вы нажимаете Enter, чтобы оно зафиксировалось. Видите, вот вверху у вас есть подробнее о верификации вашего номера. То есть, регистрация консультанта. Здесь будет более подробная информация, что необходимо сделать. Видите, когда вы берете и крутите колесико вниз, то здесь вам все объясняют, куда зайти, как верифицировать ваш телефонный номер вашего консультанта или свой, если вы не прошли верификацию. Что такое верификация? Это подтверждение вашего сотового телефона. Компания Фаберлик не берет паспортные данные, потому что по правилам страны мы не имеем права фиксировать паспортные данные людей. Поэтому, чтобы подтвердили ваш номер, чтобы вы смогли зарегистрироваться, вам необходим сотовый телефон. Итак, мы теперь переходим обратно. Когда вы пришли сюда, видите, вверху у нас открылось второе окно. Мы возвращаемся в первое и двигаемся дальше. И крутим колесико просто вниз. Смотрите, вот здесь вот страна обязательная звездочка. Здесь вы можете выбрать ту страну, в которой проживает ваш консультант. В настоящий момент это Россия. Если, предположим, здесь той страны нету, то вы вручную можете набрать ту страну, из которой вы регистрируете. Когда я регистрировала консультанта из Финляндии, то я вот здесь вручную набирала. Когда я регистрировала из Америки, то я вручную набирала. Итак, двигаемся дальше. Почтовый индекс. По сути, это не обязательно. Но я вам рекомендую все-таки его внести. Потому что если вы не внесете почтовый индекс консультанта, то тогда бывают какие-то, приходят письма и индекс, и пойдет просто на общий индекс мяса. Здесь вы набираете область, в которой проживает ваш консультант. Я проживаю в Челябинской области. Здесь вот не обязательно регион, если его нет. Если вы регистрируете там, где есть регионы, то вы набираете обязательно. Если вы регистрируете другую страну, то здесь регион необходимо выбрать обязательно. Но регион выбирается только лишь после того, когда вы выбрали город. Город у меня МИАС. Я выбираю город МИАС. Вот смотрите, если здесь я выберу район, видите, мне не требуется района никакого. Если я выберу регион области, то в принципе мне это не обязательно, какой у меня район. В Челябинской области все. Смотрите, здесь мы вносим вручную улицу, на которой проживает ваш консультант. Что значит вот это вот внесение данных? Это не место регистрации в паспорте. Это место почтовой доставки. То есть тот адрес, который укажет ваш консультант, ему именно туда могут приходить посылки. Если он находится удаленно от сервисного центра. Поэтому желательно здесь указывать непридуманный адрес, а тот адрес, где консультант проживает. Я здесь укажу не свой адрес, а я здесь укажу, я же уже зарегистрирована, мы же с вами пробуем. Я укажу тот адрес, где находится у меня мой сервисный центр. Октября. Нажимаю Enter. 5. Корпуса у меня нету. Есть у меня просто квартира, но не квартира, а офис. 310. Ну вот здесь вот, где корпус, можно указать, что это третий этаж. Третий. И нажимаю сохранить. Смотрите, что у нас произошло. Читайте вверху. Ошибка регистрации. Консультант с такими реквизитами уже зарегистрирован. Телефон уже зарегистрирован. Ошибка регистрации. Консультант с такими реквизитами уже зарегистрировал. И e-mail уже зарегистрирован. Представляете, как насколько сделана хорошо программа, что вы не сможете переоформить уже зарегистрированного консультанта. Что сделать в этой ситуации? Если вы на самом деле регистрируете консультанта, который говорит, я не зарегистрирован, то вы проверяете данные этого консультанта. Возможно, вы где-то по ошибке написали или не тот номер сотого, и вам необходимо его исправить. Или, может быть, вы внесли не тот электронный адрес по ошибке, и его необходимо исправить. Возможно, вы внесли неправильно фамилию и имя этого консультанта или дату рождения. То есть вот там, где стоит звездочка, вот там нужно проверить все данные, и только после этого нажать «Сохранить». Я сейчас нажму, у меня опять покажет, что идет ошибка. А у вас должно быть вот вместо вот этого красненького окошечка появится зеленое окошко, в котором будет вместо восклицательного знака стоять галочка. И будет написано «Ваш консультант успешно зарегистрирован». И высветится квадрат, на котором будет написано «Отправлен код верификации вашему консультанту. Внесите данные». Вам необходимо по сотовому, который вы внесли в регистрацию, позвонить консультанту и сказать «Здравствуйте, Татьяна Евстафьевна. В настоящий момент вам ушли две смс-ки. Одна смс-ка с номером и паролем, благодаря которой вы можете заходить в свой личный кабинет, с моим номером телефона и с моими данными, потому что я являюсь вашим наставником. Эту смс-ку вам необходимо сохранить. Это ваша привилегия. Пароль нам не сообщают, а сообщают только вам. Желательно это продублировать, потому что если вы его потеряете, необходимо будет дополнительно заказывать пароль менеджерам или тратить на это время. Поэтому задублируйте и сохраните это. А второе смс-сообщение вам пришло с кодом подтверждения вашего сотового телефона. Именно этот код подтверждения вам необходимо или мне продиктовать, или прислать смс-кой. Очень хорошо консультанты реагируют на это. Они присылают код подтверждения. Вы его вносите. Вот у меня здесь нету вот этой таблички. Но вы в эту табличку внесете. Вы ее точно не пропустите, потому что она не пропустит вас в другое место. Вы не сможете ничего дальше делать. Вы точно увидите эту таблицу здесь. Вы в нее вносите код подтверждения. И после этого ваш консультант может спокойно заходить в свой личный кабинет, читать информацию, пробивать заказы и делать все, что угодно в своем личном кабинете. Общаться с вами, принимать друзей и просматривать каталоги. Смотрите, что еще необходимо сделать. Если, предположим, смс-рассылка была задержана, и ваш консультант не получил эту смс-ку, то тогда вы просто можете нажать, смотрите, взять вот сюда нажать и нажать «Выйти». Когда вам необходимо будет внести код подтверждения для вашего нового консультанта, то вы можете позвонить руководителю агентского пункта, где будет обслуживаться ваш консультант, или где обслуживаетесь вы, продиктовать регистрационные данные вашего консультанта, набрать его номер на оформление заказа, и вас точно не пропустят пробить заказ на вашего консультанта. У вас просто высветится, не внесен код подтверждения. Тогда вы это нажмете, войдете и верифицируете своего консультанта. Вот и все. Представляете, как все просто. Теперь у каждого вас, у вас есть возможность набрать большое количество знакомых, сказать им, что им необходимо всего лишь имя, фамилия и отчество, сотовый телефон, день рождения, электронный адрес. И учитесь, проходите, регистрируйте и наслаждайтесь. Настолько все это просто, настолько это замечательно. Вы теперь абсолютно ответственные, самостоятельные люди. И вам никто не нужен для того, чтобы ваша структура росла не по дням, а по часам. С вами была Курячья Татьяна. До следующих встреч. Потому что в следующей встрече я вам расскажу, как можно найти сертификаты по продукту, как можно найти составы по продукту и как можно понять, с чем продукт можно совмещать. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья.